Девушки отдыхают Во сне является святой мученик Уар, держа за руку ее сына. Оба они одеты в белых блестящих одеждах с драгоценными венцами на головах. — Святой Уар, — сказал Клеопатре, — усердная почитательница мучеников, я не забыл твоих благодеяний, оказанных моему телу, и умолил Бога, чтобы твоего сына он присислил к ангельскому лику. — Ты сама молилась в день освящения храма, чтобы я и спросил у Бога, тебе и сыну, что вам обоим полезно, и что угодно Богу. — Вот я исполнил твое желание. Посмотри на славу твоего сына. Он теперь один из предстоящих престолу Божию. — О чем же ты так скорбишь, о чем так плачешь? Или не хочешь, чтобы твой сын наслаждался небесными благами, который не видел глаз, не слышал уха и не приходило то на сердце человеку? — Если так, то возьми его. При этих словах Иоанн крепко прижался к святому Уару и сказал матери, — Если ты любишь меня, то радуйся моему блаженству и неси это перед Господом. Тогда Клеопатра воскрикнула, — О, блаженные души, возьмите меня с собою. Проснулась и возвратилась домой с радостью. Одна вдома, лишаясь зрения и не найдя помощи у врачей, задумала идти в Иерусалим, поклониться святым местам и искать исцеление у угодников Божиих. Вместе с ней отправился ее единственный сын. Пришли в Иерусалим, но и здесь, как везде, горе живет с людьми. Вдову поразило новое несчастье. Ее сын захворал и умер. Кто не поймет отчаянного положения больной вдовы и любящей матери? Теперь она осталась в чужой земле, никого не имея знакомых без глаз и проводника. Во время ее скорби явился ей святой Логин в видении и сказал, «Не скорби, ты получишь зрение и увидишь в небесной славе своего сына, если только потрудишься выйти за город и отыщешь мою голову, отсеченную по приказанию Пилата и брошенную вне города». Верующая вдова наняла за город проводника, остановилась на указанном месте и, разгребая своими руками кучу мусора, нашла голову святого Логина и сразу прозрела. С великой радостью возвратилась вдова в город, славя Бога и его угодника. В следующую ночь ей снова явился святой Логин, окруженный небесным светом, ведя с собой ее сына, одетого в светлую одежду. «Посмотри на своего сына», — сказал мученик Логин, — «в какой он чести и славе! Посмотри и утешься! Он притчен к лику святых божиих!» Однажды от раковицы музея во сне явилась Божья Матерь, окруженная множеством от раковиц. Обрадовалась сильно муза такому видению и подумала, как весело было бы жить с такими подругами под покровительством Матери Божией. И вот Божья Матерь спрашивает ее, хочешь ли жить с от раковицами, которых видишь со мною? Муза отвечала, что очень желает этого и готова хоть сейчас идти за Матерью Господа. Тогда Божья Матерь обещала прийти к ней через тридцать дней, чтобы взять ее с собою, и заповедала ей в это время воздержаться от детских забав, не смеяться и ничего не делать дурного. После этого видения муза проснулась. Родители заметили эту перемену в дочери и спрашивали, отчего ты так вдруг изменилась? Муза рассказала ему свой сон, и какой она получила заповедь от Божьей Матери. С верой приняли родители ее объяснение и ждали события. Через двадцать пять дней муза захворала. И на тридцатый день, когда Божья Матерь обещала прийти за ней, больная с радостью обратилась к невидимой для других посетительнице и сказав тихо, «Все гряду, госпоже, все гряду!» Скончалась. Веруя в будущую жизнь, нам бы следовало ждать смерти, как особенной милости Божьей, и, по крайней мере, не плакать над умершими, как над пораженными несчастьем. Смерть, раздувая нас телом, только разрывает узы, которые душе всегда были в тягость, узы, которыми связывались наши добрые желания, разлучая нас с миром, выводит из места постоянной борьбы со страстями, и взамен того нам дает вечное благо, которое не видел глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку. Святые нередко по изволению Божией являлись мученикам для укрепления их в их страдальческом подвиге. Когда святая Анастасия Узарешительница умерла около 304 года, была брошена в мрачную темницу, и там в продолжении 30 дней мучима голодом, в это время каждую ночь являлась ей святая мученица Феодотия, наполняла весельем сердце ее и укрепляла ее. В беседе о разных предметах Анастасия однажды спросила Феодотию о том, как она может приходить к ней по смерти. Феодотия сказала ей, что душам мучеников дана от Бога та особенная благодать, что они по разлучению земного приходят к кому пожелают, беседуют с ними и утешают их. Затем после вторых 30 дней, проведенных Анастасией в темнице, она осуждена была на смерть. Именно Павильона была вместе с другими осужденными за разные преступления потопить ее в море. Между этими осужденными был некоторый благочестивый муж именем Евтихиан, который ради Христа лишь он был наперед всего своего имения. Посадивши осужденных на корабль, воины повезли их в море. На довольно большом расстоянии от берега воины сели в лодку, приготовленную для них, а корабль с осужденными во многих местах пробили так, чтобы он мог потонуть, и сами поплыли к берегу. Когда корабль же готов был покрыться волнами, бывшие в корабле увидели вдруг святую мученицу Сеодотию, устраивавшую паруса и направлявшую корабль к берегу. Видя это чудо, и самих себя спасенными от потопления, осужденные, вышедшие на берег, пали к ногам двух христиан, Евтихиана и Анастасии, желая быть христианами. А те же Евтихиана и Анастасии, научившись вере в Господа нашего Иисуса Христа, они приняли крещение. Всех их, спавшихся от потопления, уверовавших, было 120 человек. Правитель области, узнавший об этом, схватил их всех и погубил различным образом. А святую мученицу Анастасию повелел сжечь огнем, растянув между четырьмя столбами и привязав к ним. Святые являлись для исправления погрешностей, допущенных при написании их жития. Списатель жития святого мученика, ареста святой Дмитрий Митрополит Ростовский, составил его житие, приготовил уже к изданию его. В одну ночь святой мученик явился ему и сказал, «Я больше пострадал за Христа, чем сколько ты написал». Сказав это, он открыл свою грудь и, показавши в левом боку рану насквозь до внутренности, сказал, «Это мне железом прожгли». Далее, показавши раны на правой и левой руке, сказал, «Это мне перерезали». Потом, наклонившись, открыл обе ноги до колен и, показавши на них раны, сказал, «А это мне косой подсекли». «Видишь», — сказал он, наконец, «я больше пострадал, чем сколько ты написал». Святые являлись для обличения и наказания беззаконников и врагов Церкви Христовой. Один купец шел поклониться мощам святого Мина, неся с собой в дар в церковь его мешок золота. На пути убил его хозяин дома, в котором он остановился ночевать. Разрубив на части тело, убийца скрыл его на время во внутренней комнате своего дома и соображал, где бы найти сокровенное место, чтобы похоронить убитого. В это время явился в его дом святой Мина и спрашивал хозяина о гости. Этот говорил, что у него никого не было. Тогда Мина вошел во внутреннюю комнату и, взяв оттуда корзину с рассеченными частями тела, показал убийцу и спросил, «Это что такое?» Убийца затрепетал и пал к ногам святого. Святой же Мина, составив рассеченной части по молитве к Богу, воскресил убитого и повелел ему продолжать путь к нему. Святые иногда являлись для того, чтобы предупредить христиан от невольного принятия участия в служении идолам. По вступлению на престол Юлиан Богоотступник в числе других враждебных против христиан действий замыслил и следующее. Зная, в какой чистоте и воздержании проводят святую Четыридесятницу христиане, Богоотступник призывает градоправителя Константинопольского и велит ему «Тайно удалить на следующие дни сторжище все обыкновенные снеди, а предложить одно и то, одно то, что было бы принесено в жертву идолам, и потому христианами почитались за скверненное. Никто не знал замысла. Посему многие тысячи душ в самые святые дни осквернились бы вкушением того, что растворено было». Так повелел Юлиан кровью идоложертвенную. Это составило бы для них предмет сожаления на всю жизнь, а для Юлиана, или, паче сказать, сатаны, им двигавшего, это была бы радость и торжество великое. Тот же отступник по исполнению замысла не применил бы разгласить слух всего света, что последователи Иисуса Назоренина, так называл он Господа, во время самого поста их употребляли в пищу идоложертвенная. Но тот, кто, как зеницу ока, хранит души простые и смиренные, всегда запинает премудрых в коварстве их, не дал и теперь совершиться умыслу вражию. «Среди ночи, но не во сне, является внезапно тогдашним епископу Константинопольскому некий святозарный воин и говорит, чтобы он немедленно собрал духовное стадо свое, дал ему знать об угрожающей опасности, с повелением не покупать в следующие дни ничего на торжеще. «Чем же пропитается все единиц только людей?» – вопросил святитель, – ибо у многих нет ничего в дому. «Колевом или вареную пшеницу» – ответствовал явившийся, «которой ты нашед у некоторых должен раздать всем». «Кто же ты?» – вопросил патриарх. «Все ведущий и пекущийся таким образом о братьях своей». Христов – мученик Феодор Тирон, – ответствовал явившийся. То есть это был тот самый святой подвижник Христов, который, будучи воином за много лет до сего в царствовании злощестивого Максимиана, претерпел за имя Христова множество ужасных мук, и тем заслужил себе в церкви Христовой имя великомученика. Святитель немедленно исполнил повеленное свыше, и христиане константинопольские сохранились от осквернения. А злощестивый Иллюан, видя, что замысел его разрушен, велел предоставить прежнюю свободу торжищам. Святые угодники Божии иногда посылались Богом на землю для устранения споров церковных и водворения мира и единодушия. Праздник во имя Трех Вселенских Учителей учрежден по особенному, весьма примечательному обстоятельству. Вскоре после их кончины между православными, чтителями их великих подвигов, заслуг и чудес, нередко возникал вопрос, который из трех святителей больше и выше. Распрая обеих добродетелях возросла наконец-то того, что через несколько веков произошло решительное разделение в обществе христиан, и одни начали называться Василианами, другие Григорианами, а третьи – Иоаннитами. Тогда в отклонение такого соблазна сами святители, все трое вместе, явились Иоанны епископу Евхаистскому и сказали ему, «Все мы имеем у Бога равное достоинство. Объяви христианам, чтобы оставили спор относительно всего». Как при жизни более всего мы заботились о единодушии, так и по представлении нашим более всего желаем единомыслия верующим. Установи для нас один общий праздник. Праздник установлен. Спор давно прекращен, и мы на ней трех святителей, як апостолов единонравных, и между собой единочестных, призываем на молитвенное ходатайство. «Да дарует Господь мир вселенной и душам нашим велию милость». Несколько рассказов о явлениях душ умерших обыкновенных людей. У меня был товарищ по семинарии, с которым был я дружен, и в продолжении богословского курса вместе квартировал, рассказывает в своих посмертных записках про Таирея отец Соколов. Это сын Болховского священника Николай Семенович Веселов. По окончании курса семинария он остался учителем уездного училища, а я по окончании академии поступил священником в Херсон. Но в одно время приснился он мне так, что я понял, что его нет в живых. Написал к отцу его и получил ответ, что сын его умер как раз в тот день и час, когда видел его во сне. Мне снилось, что будто я нахожусь на Херсонском кладбище подле одного ветхого пирамидального памятника, в котором от вывалившихся камней образовалось отверстие шириной около пяти вершков. Из любопытства я влез через отверстие во внутрь памятника. Потом хочу вылезти назад, но не нахожу отверстие в темноте. Я стал ломать камень и блеснул свет. Проломав отверстие больше, я вышел и ощутился в прекрасном саду. На одной из аллей вдруг навстречу весел лов. «Николай Семенович, какими судьбами?» поскликнул я. «Я умер, и вот видишь», — отвечал он. Лицо его сияло. Глаза блестели, грудь и шея были обнажены. Я бросился к нему, чтобы поцеловать его. Но он отскочил назад и, устраняя меня руками, сказал, «Я умер, не приближайся». Я как будто поверил, что он на том свете, и испугался. Я взглянул на него и заметил, что лицо его было весело. Страх мой пропал. Веселов прошел мимо меня, я пошел с ним рядом, не дотрогиваясь до него. «Я жив, хотя и умер». «Умер и жив, все равно», — сказал он. Слова его показались мне так логичны, что я ничего не мог возразить на них. Когда мы приблизились к старому пирамидальному памятнику, Веселов сказал, «Прощай, ты пойдешь домой», и указал мне на отверстие. Я полез и тут же проснулся. «Более сорока лет тому назад я знал двух молодых людей», — рассказывает один из военных ветеранов. Они служили в Переиславском конно-егерском полку обер-офицерами. Господин А. Православного вероисповедания И. Ш. Литеранского. Эти два молодые мои приятеля были друзьями между собою. Они дали друг другу обет, что тот, кто из них прежде умрет, придет к оставшемуся в живых и скажет, что бывает с человеком по исходе души, и что ожидает их в будущей жизни. Несколько лет я не видал ни того, ни другого, однако же знал, что один из них, именно Ш. умер. В 1836 году мне предстояла надобность быть в Тамбове, откуда в 25 верстах проживал в одном селе, проживала тетка моя. Я приехал к ней с намерением пробыть у ней несколько дней. В первый день моего приезда она рассказала мне об одном страннике, посвятившем себя Богу. «Он ведет самую строгую жизнь», — говорила она, «так что, почитая себя недостойным входить в храм, часто становится у порога и, несмотря на холод, стоит босиком, носит монашеское полуковтание и опоясывается ремнем». «Не хотите ли видеть его?» — спросила она меня. «Он теперь у меня». Я попросил познакомить меня с ним. Странник по приглашению моей тетки пришел. И что же? Это был Ая. Вскосил с места, подбежал к нему и вскричал. «А, это вы!» «Да, это я», — отвечал мне Странник. И мы с ним обнялись. «Какими судьбами ты сделался таким?» Он объяснил мне, что по данному обету его друг явился ему не в сновидении, а наяву. Рассказал, что испытывает душа по исходе из тела. «А что именно?» — говорить мне запрещено, — прибавил А. «Но чтобы сколько-нибудь понять, что это такое, достаточно тебе видеть на мне вот эту свитку. Вот причина, по которой я, продав свое богатое имение, употребил деньги на богоугодные дела и хожу, как бедный грешник, умоляя Господа о прощении грехов. Надеюсь, Господь меня не оставит». В начале нынешнего столетия в одном из губернских городов проживал некто Энн, основной чиновник, довольно пожилых лет. Человек добрый и истинно благочестивый. Он был очень дружен с В, сотоварищем своего детства и сослуживцем. Одинаковых с ним лет и одних воззрений на вещи. Когда умер В, товарищ его усердно молился Богу об упокоении своего друга, причем время от времени раздавал милостыню за спасение его души. Часто он думал о загробной участи друга. В сороковой день после кончины В, друг его, сидя в своей комнате, услышал скрип дверей. «Приподняв глаза, видит входящего в комнату умершего своего друга В. «Благодарю тебя, друг», — сказал тихим голосом явившийся, «за твои усердные обо мне молитвы и за милостыни, которые много помогли мне. По милости Божией я избавлен от ада. Обитель моя покойна». С ужасом и изумлением слушал Энн чудного пришельца, не смея его прерывать. «Прости, друг, до свидания в вечности», — промолвил явившийся, «уповая, что скоро мы свидимся, будем обитать вместе, а пока потрудись еще для вечного своего спасения». И с этими словами скрылся за дверью. «Набожный Энн усилил свои благочестивые подвиги, предоставил все житейские попечения старшим своим детям. Спустя два года после своего видения он, коленопреклоненный на молитве, тихо и мирно скончался. В одном селе жила почтенная чета, старик заштабный священник отец Гея и старушка, жена его. Жили они очень долго на свете, и, как говорится, душа в душу между собою. Отец Гея приобрел в своей жизни уважение у многих в окрестности. Это был человек доброго, старого времени, хлебосол, приветливый и ласковый со всяким, а главное благочестивый и добрый. Но всему бывает на свете конец. Отец с гряза не мог, слег в постель и, напутанный христианскими таинствами, тихо и мирно перешел в вечность, оставив горько оплакивающую спутницу его жизни. Вот уже минулый год после его смерти. Старушка, жена его, накануне годичного о нем поминовения, после разных хлопот, легла немножко отдохнуть. И вот видит во сне покойного мужа. С радостью бросилась она к нему и начала его расспрашивать, что с ним и где он теперь находится. Покойник отвечал, «Хотя я и не обязан с тобой говорить, но так как при жизни не было у меня от тебя никаких тайн, то скажу, что по милости Божией я не в аду. Скоро и ты последуешь за мною. Готовься к смерти через три недели после этого дня». Покойник медленно удалился, как бы не желая с ней ее расстаться. А старушка, проснувшись, радостно стала всем рассказывать о своем свидании с покойным мужем. И действительно, ровно через три недели она мирно скончалась. В ночь с 28 на 29 сентября снилось мне, передает граф Толстой М.В. Будто стояя у себя в зале и слышу, из гостиной раздаются голоса детей. Смотрю, проходят мимо меня в залу разные дети, и между ними Володя, наш недавно умерший сын. Я с радостью кинулся к нему. Он улыбается мне своей прежней ангельской улыбкой. Я протянул к нему руки. «Володя, это ты?» Он кинулся мне на шеи, крепко-крепко обнял меня. «Где ты, моя радость? Ты у Бога?» «Нет, я еще не у Бога. Я скоро буду у Бога». «Хорошо ли тебе?» «Хорошо. Лучше, чем у вас». А у вас я часто бываю все около вас. Я все почти один, только Мария Магдалина со мной бывает. Иногда мне делается скучно. Когда тебе скучно? Особенно, когда плачут обо мне. А меня утешают, когда обо мне молятся, когда дают бедным за меня. Я все молюсь, молюсь за мамашу, за вас, за братьев, за Пашу, сестру, за всех, кто меня любит. Милая мою мамашу, обнимите за меня. Вот так крепко ты с ней повидался бы, моя радость. И повидаюсь, непременно повидаюсь. Когда же? Когда плакать перестанет. Тут послышался голос моей жены из коридора. Я обернулся туда, к ней, потом взглянул назад. Его уже нет. Я проснулся с усиленным биением сердца, в таком волнении, что не мог удержаться от громких рыданий, которыми разбудил жену свою. В ту же минуту я набросал на бумагу виденное во сне, слово в слово, так, как было. В Могилевских и Пархиальных ведомостях помещен следующий случай из жизни митрополита Платона. В моей жизни, говорит Преосвященный, есть один случай, при котором я видел тень другого человека, да при том так живо и отчетливо, как вас вижу теперь, обращаясь к своим слушателям. Это было в 30-х годах, когда я состоял инспектором Санкт-Петербургской духовной академии. У нас был в числе других студентов Иван Крылов из Орловска семинария, известный мне, когда я был там наставником. Учился он недурно, был хорошего поведения, благообразного вида. Раз он приходит ко мне и просит, чтобы я позволил ему отправиться в больницу, я думаю себе, верно он устащал, пусть там покормят его получше, и он поправится. А может быть и курсовое соседнение там напишет. Проходит несколько времени, я об нем ничего не слышу, доктор ничего не говорит. Ну вот однажды лежу я на диване и читаю книгу, смотрю, стоит Крылов и прямо смотрит на меня. Лицо его вижу так ясно, вот как вас, но тело его было как бы в тумане или облаке. Я взвинул на него, он меня передернуло. Призрак точно понесся к окну и скрылся. Я еще раз думал, что бы это значило. Слышу стук в мою дверь, входит больничный сторож и говорит мне, студент Крылов Богу душу отдал. Давно ли, спросил я в изумлении, да вот минут пять, я только собрался к вам. Вот извольте разгадать эту тайну, сказал архипастер, обращаясь ко всем присутствовавшим при рассказе. Все молчали. Все это, заключил Владыка, несомненно доказывает нам какую-то таинственную связь между нами и душами умерших. В 1851 году, в апреле 20-го дня, в Троицу Сергиеве Лавре умер и ромонах, отец Симеон, которого похоронили с подобающей честью. На другой день после погребения один из духовных его детей, М, рано утром сидя у себя на кровати, занят был греховными помыслами. Но вот чувствует, что кто-то около него. Подняв голову, он увидел отца Симеона, который, подойдя к нему с веселым лицом, и покачал головой и сказал, полно тебе греховными помыслами предавайся, борись и сопротивляйся им, а обители обеими руками держись. Еще что-то назидательное он говорил, но М так перепугался, что не мог запомнить всего сказанного. Лорд Томас Эрскин рассказывает о следующем видении. Когда я был молодым человеком, мне случилось на некоторое время отлучиться из Шотландии. В день моего возвращения в Одинбург утром, спускаясь из книжного магазина, я встретил старого дворецкого нашего семейства. Я нашел в его наружности сильную перемену. Он был бледен, худ и мрачен. «А, старина, ты зачем сюда?» «Чтобы встретить вашу милость», — отвечал он, «и просить вашего заступничества перед милордом. Наш управляющий общел меня при последнем расчете». Пораженный его видом и тоном, я велел ему следовать за собой в магазин книга продавца, куда я вошел обратно. Но когда я обернулся, чтобы заговорить со стариком, его уже не было. Я вспомнил дом и квартиру, где он жил, и потому отправился к нему. Но каково же было мое удивление, когда я вошел в квартиру его и увидел жену его в трауре. «Муж мой умер», — говорила она, «уже несколько месяцев тому назад. Перед смертью он сказал мне, что наш управитель обсчитал его, но вы, верно, поможете сыскать следуемые деньги». Я обещал, что сделал. Сделать это надо. И вскоре, по моему настоянию, недоплаченная сумма была вручена вдове. Затворник Георгий Машурин рассказывает в собственноручные записки, найденные в его бумагах после смерти, следующий факт. «Когда все покоилось в мирной тишине в самую глухую ночь, и мать моя почивала на ложе своем, вдруг озарился весь ее покой светом, отворилась дверь, увеличился свет, и явился священник, бывший ее духовником и уже три года почивавший во гробе, и принес на руках своих святую икону. Тихо он приблизился к кадру ее и благословил образом стоявшей в радостном трепете и объятую страхом свою духовную дочь, и возвестил ей вожделенные слова сии «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Бог даст тебе Сына Георгия, вот тебе и образ святому великомученика Георгия». Несказанно обрадованной Божьим благословением она приложилась к святому образу и, приняв на свои руки, поставила в божницу. Тем видение окончилось. Дивный сон этот сбылся, а там на родился сын Георгий. Историю чудного сновидения затворный Георгий оканчивает словами «Все это я имел счастье слышать от самой родительницы моей». В конце прошлого столетия помещик Зе, человек еще не старый, обремененный многочисленным семейством и имевший при этом довольно ограниченное состояние, служил для семьи своей единственной опорой. Но вот однажды Зе отчаянно заболел и, видимо, начал приближаться к смерти. Врачи отказались лечить. Убитая горем жена оплакивала больного мужа, как умершего, представляя себе безвыходное положение с кучей малолетних детей. Видя все это, безнадежный больной начал мысленно просить Бога продлить ему жизнь, пока он пристроит своих старших сыновей и таким образом оставит на их попечении других, младших своих детей. После этой молитвы он уснул и проспал довольно долго. Проснувшись, немедленно зовет к себе жену и радостно сообщает ей, что видел во сне архипастыря Белогородского Иосифа Горленка, которого помнил еще в живых. Архипастырь в сонном видении сказал ему, что по милосердии Божьей ради невинных малюток дается ему еще 20 лет жизни. Но через 20 лет, ровно в этот день, Господь призовет его к себе. Рассказав свое сновидение, больной попросил жену все это со слов его записать в молитвенник, что и было исполнено.